У нас во многих отношениях с Садоводством много тупиков стало. Колновидное направление, тупик полный, микроклонирование, для меня железо, потом хотите, докажу, полный тупик. Карликовое деревье, тупик, искусственные корни, специальные для карликовых деревьев, тупик, семенное, опыление с целью создания новых сортов с помощью сеянцев, тупик, то есть уже предел наступил. ГМО, само собой тупик, я уверен, что не один, кто занимается ГМО, наши ученые, неважно, не наши ученые, своих детей кормить не будут, даже под страхом расстрела. Создадут для плебеев, а сами скажут, расстреляйте меня, но я ребенку не дам то, что я вырастил ГМО. Вот так вот. И здесь тупик. Укоренение, клонирование с помощью укоренения, тупик. Ну, то есть, дальше уже некуда, предел наступил. Вот. Куда дальше двигаться? А? Ну, вы уже знаете, о чем бы я сейчас сказал. Так, ну что, начинаю снизу, как обычно. Так, 5-минутный перерыв, перегрузим компьютер, было дело. Так, теперь тут, видимо, идет, как сказать, параллельно идет обсуждение. Итак, смотрите. Войлочку. А, ну, то есть, войлочную вишню, обычную вишню, персики, как получил, там сразу песок погреб получил в ноябре. Сразу заложил. Это, видимо, мои. Так, полгода минимум. Причем закладывать надо не как кильку, банку, а хотя бы по 3-4 сантиметра площади. Так, ну-ка. То есть, у него получается, если в ноябре заложил, декабрь, январь, февраль, март, апрель, где-то 5 месяцев. Так, тут только я не понял результат, какой у него. Ну, Александр Смотритель, это старый волк. Постоянный наш, этот, как сказать, собеседник. Так, Елена закладывала куски абрикосов, сливовичьи, войлочные. Все взошло, кроме вишни. Так, значит, абрикосы взошли, сливы взошли. Ну, обидно, что. В большинстве волочные, ну, легче уже ничего не всходит. При этом 10% у него взошедших. Первый год зашло, на следующий год. Волочная опять не взошла. Что ты будешь делать? Ну, я вам показывал грядку там. Такое впечатление, что садили 500, там выросло 1000. Вот. Причем вторая грядка такая же. Так, ну, что ты вот, Елена, Елена. Ну, вот попробуй угадать теперь. Вот попробуй теперь инструкцию создать. Вот все, что я сказал, в виде инструкции или в виде ЭГЭ. А потом у каждого пятого, десятого не взойдет, и все. На него нету обратно. Так. Вчера встретила в магазине абрикосы знакомым названием. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Удивила надпись. Сменный, сменный подвой. Наверное, семенной. Обычный, да, большой секрет. Абрикосы, анажерцы, подвой семенной. А, доктор Павел. А абрикосов другого подвой быть не может. Ничего никаких секретов. Только вот, что касается семенной. Знаете, я единственный случай сталкивался. У нас настолько щепетильные, честные, порядочные ребята. Только что это уже почти отжившая профессия. Это наши саяногорские волшебники с саженцами. Уже практически не осталось. А в лучшее время продавало человек около десяти. Причем мне удалось вызвать на откровенность одну даму, которая сказала, я с них выращиваю абрикос крупный. Этот самый, ну, такой, ну, среднекрупный, скажем. Сорт она сама не знает. Она сказала, я с них выращиваю. Все эти подвойные, но их же плевая. То есть, это же сорт, но это же. Ну, а что, какие проблемы? Биологическая совместимость сто процентов. Костик с одного дерева. Хоть привой, хоть подвой. Все с одного дерева. И вот, а это единственный случай. Считать ее порядочной, непорядочной. Черт его знает. То есть, с самого дерева по себе довольно морозостойкое. Ну, что-то вроде наших Амур и Серафимов. Вот, с него семена на него же и привела. Вот это было. А здесь что написано? А, давайте увеличим картинку. Итак, подвой семенной. Среднего срока создевания. Плоды крупные. Так. Меня больше подвой интересует. Дерево семерооса. Партия. Ух ты, тут даже голограмма есть. Хух. Ничего себе. Да еще в горшке. Так. Ну-ка, ну-ка. Садовый питомник Кутепова. Россия, Тульская область. Знаете, сейчас не до этого. Набрать бы это все и посмотреть, где у них маточный сад. Вот, сын Краснощукова до сих пор вот в этих самых местах Тульского. Такая редкость. Вот, вот, одно осталось. Вот, спасибо, что вы нам, так сказать, открыли глаза. Вот, подвой семенной. Вот, никакого секрета нет. Он должен быть семенной. Вот, так что. Ну, и опять же, написал бы, подвой семенной. Какой? Всей толпой. Набираем. Садовый питомник Кутепова. И, когда вы увидите, высветятся адреса. Ну, естественно, это все в интернете. Когда высветятся эти самые адреса, явки, то есть телефоны, пожалуйста, в письменном виде, лучше позвонить и спросить. Где фотографию вашего маточного сада? Мы хотим увидеть дерево, на котором, там, ну, хотя бы 200-500 косточек, то есть этих плодов. Дерево в полном виде, так сказать. Не, а какая-нибудь одноветка, которая возможна с интернета. Вот. И тогда мы будем вас покупать. Потому что это здорово, что в Тульской области есть прекрасный, это, матовичный сад. Ну, покажите. Вот я всегда обращаю ваше внимание на это. Ну, и второй уже вопрос, это уже кому скучно, спросите, все-таки, что такое семенной подвой? Из чего? Ну, и так как подвой семенной берется из косточек, косточки берутся из плодов. Плоды берутся из дерева. Покажите нам еще и фотографию подвойного дерева. Вот так примерно. Так. Очень хороший вопрос. Спасибо вам, Наталья. А, нет, не Наталья, а Елена. Вот. Ну, а что касается магазина. Абрикос надо брать с питомника. Есть. Вот. Адрес есть. Вот. Значит, Тульская область, поселок. Вот туда едьте за ними. А в магазине нехрен делать. Там это самое. Вот у нас, то есть, в магазине я в последнее время стал щепетильный. Один раз купил масло горького. Смотрю, лежит масло. 14 апреля. Следующая лежит партия. 14 мая. А сейчас уже июнь заканчивается. Вот. Вот то же самое здесь. Какого числа поступила она, а? Годин. Ой, я уже думал, ничему не удивлюсь, я. Годин. Ой, мамочки мои. Это. Нет. Пожалуйста, узнайте про маточный сад. Если уж они мне жутко такое. Да, повеселили. Валерий Константинович, мне кажется, вы зря возвращаете деньги за невзошедшие косточки. Вот я выложила 10 косточек вишневойлочной. Так. Стрекцировала 7 дней в холодильнике. На полуге холмик под обрезанную 19-литровую бутыль символически присыпала влажной землей с косошью. С кокосовым субстратом для рыхлости. Через 2 метра. Точно при таких же условиях. Еще 10 таких же косточек. Косточки только начали раскрываться. Через несколько дней под первой бутылью косточки взошли, а под другой ни одно не взошло. Оказалось, земля под второй бутылкой пересохла. Ага, при том, вы же знаете, что такое сети эти? Несколько человек, они переполнены дикой злобой ко мне. Дай только повод. Какая радость была, когда я сказал, что мне после этого самого сад сожгли, и я своими руками убил эти персики, взрослые плодоносящие деревья, неукрываемые, которые пережили 40 градусной зимы. Но я и все-таки пообрезал все, пооскубил, одни эти торчали. С каждого по 50, по 70 веток взял. И убил. Какая радость была. Вы представляете, как мне приходится в такой атмосфере жить. Ладно, это у меня наболело. Ну что, спасибо вам, Наталья, за поддержку. Елена, спасибо огромное за это. Побольше нам нужно таких примеров. Побольше, побольше. Годен, 2019 год. Ой-ой-ой-ой-ой, боже, куда мы идем, а? Давай, все. Так, ладно, я что-то разговаривался, надо заканчивать. Так, Антон Валерьевич, пожалуйста, пришлите мне этот ролик сегодняшний. Желательно сегодня же, я посмотрю, что там в начале получилось, там, где сбой. Вот. Хотел немножко о другом еще поговорить, но не получилось. Вот. Столько наболело. Вот ужас. Медицина, это дикий ужас. Я чего не ожидал, это дикого невежества от людей, которые называются врачами, имеют диплом врачей. Такое впечатление, они в институты не поступали. Они их просто, правда, купили, хотя это мог. Ну, как можно идти с купленным дипломом, говорит, я врач. И тут же начинает прием больных. Ну, ладно, это я опять разговаривался. Спасибо за компанию. Вот. Надеюсь, что мы с вами будем встречаться еще много недель. Так что накидываем еще 7 дней. В следующую субботу, в 17 по Москве, я вас жду у экрана. И объясняю, почему. Да, мало зрителей, участников, мало просмотров. Я для внуков. Детей мы загубили. Их туда палкой больше не загонишь. Только на шашлыки. Вот. Я только ради внуков. Придут внуки. Когда они к власти вырастут. Вот. Кто-то попадет в президенты. Первый указ будет, знаете какой? Приравнять убийство дерева к убийству человека. Вот. Ну, а дальше все, о чем мы говорили. Все, до свидания, друзья. Сибирякам спокойной ночи. Дай Бог, чтобы вам не приснились эти взувеченные деревья. Вот. Ну, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok